Ну вот кулич, на его производство уходит от 3,5 до 5 часов. Вся ночь ушла у пекарей, чтобы изготовить к утру первую тонну пасхальных куличей. Неделя перед светлым воскресеньем, признается бригадир Сергей, всегда самое тяжелое время. Даже у него, пекаря с 20-летним стажем, к концу смены от приготовления куличей ломит все тело. Но усталости показывать ни в коем случае нельзя. К такому продукту нужен позитивный подход. О чем-то приятном стараешься думать, естественно, потому что тесто – это живой организм. И чем положительнее эмоции, тем, конечно же, получается более и красивая, и вкусная продукция. Прежде чем отправиться из пекарни до магазинного прилавка, партия куличей обычно проходит обряд освящения. Не обошли традицию и в этот раз. Сегодня церемонию провел отец Корнилий. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! От многообразия продукции, что к освящению выставили кулинары, пестрит в глазах. Однако, несмотря на индивидуальность украшений, сделаны все куличи из дрожжевого теста. В нем дышит закваска, а значит, сам продукт считается живым. Истинный источник жизни – это сам Христос, который нам оставил не какие-то учения, не какие-то теории, не какие-то даже книги, труды свои по богословию, или потом, как человек должен жить. Он оставил нам самого себя. Самого себя. И поэтому верные люди, христиане, они не только вкушают праздничное, они вкушают самого Христа, чтобы жить вечно. Регина Сорокина, Михаил Величкин. Программа «Город». Регина Сорокина, Михаил Величкин.